Продолжение следует... Что же такое происходит, когда в сердце укрепляется вера, когда укрепляется иман человека? Мы всегда говорим, верующие тратят всё, что у них есть, и готовятся так, как могут. И потом, после этого всего, приходит облегчение от Аллаха. Эта религия не зависит от помощи каких-то людей. Эта религия не опирается на помощь кого-либо из людей. Её победа зависит от её основ и их соблюдения. И самая великая из этих основ что? Это единобожие. Да благословит вас Аллах. Самая великая основа — это единобожие. Это то, что утвердил наш пророк, алейхиссалату вассалям, когда они потратили всё, что у них было. Многобожники же в эту самую ночь готовились, слушая музыку, и распевая алкоголь. Абуджахль говорил, «О Аллах! Он порвал родство! О Аллах! Он привнёс то, что мы не знаем! О Аллах!» И вот так Он продолжал говорить, чтобы у тех, кто был с Ним, не осталось милосердия к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается верующих, то к ним пришла милость Аллаха. Всевышний Аллах говорит, «Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и не спасал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну дьявола, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы». «Пошёл дождь, который укрепил землю, они выпили её, утолили жажду, и эта вода была прохладой и спасением для сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям». Также Всевышний Аллах сказал, «Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности». Кто-нибудь знает, что это означает? Нет никого. Это правило. Говорят, сонливость на войне от милостивого, а сонливость во время молитвы и в местах поминания Аллаха от шайтана. Так что если здесь кто-нибудь заснёт, он не должен говорить, «Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности». Но война беспокоит человека. Война, ранение, убийство, боль, кругом смерть. Всё это просто отгонит сон от человека, ему будет не до сна. А Всевышний Аллах говорит, «Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности». Дремота, вы спите и отдыхаете. Один из сподвижников рассказывал, «Ей, Богу, не успели мы коснуться земли, как уже заснули». «Ей, Богу, не успели мы коснуться земли, как заснули». Также Всевышний Аллах сказал, «Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными». «Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными» и в другом аяте, «И вас показал их глазам малочисленными, чтобы довести до конца дело, которое уже было свершившимся». Ибн Мас'уд говорит, «Я повернулся к своему товарищу, и мы посмотрели на армию многобожников. Я спросил, сколько их? Тебе не кажется, что их 70 или 80, а их было тысяча?» И друг Абдулла ибн Мас'уда ответил, «Мне тоже кажется, что их примерно 70 или 80, дальше он рассказывает, «Мы пленили одного многобожника и спросили, сколько их было?» Он ответил, что их было тысяча. Из этого становится понятно, что мусульмане приготовляют против своих врагов то, что у них есть с собой, из оружия. Потом, после этого, они полагаются на своего Господа и Творца, Свят Он и Велик. Мы уже рассказали о многих знаменательных случаях, которые произошли в этой битве. К этим великим событиям относилось и то, что Пророк, алейхи саляту вассалям, слушал своих сподвижников, прислушивался к ним, следовал их мнениям, и исходил из их слов, саллиллаху алейхи вассалям. Все это указывает на то, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, стремился использовать всю мощь уммы и вложить ее в то, что приносит умме пользу. Мы с вами проходили, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, советовался со сподвижниками, прежде чем предпринять какой-либо шаг в битве с неверными при Бадре. Также среди событий, которые были упомянуты нами в этой битве, это то, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, шел с группой сподвижников, пока не дошел до какого-то места. И к нему подошел великий сподвижник, Аль-Хаббаб ибнуль-Мунзир, да будьте доволен им Аллах. И он сказал, это место, где ты решил сделать остановку, это повеление Аллаха, в котором мы не можем что-либо добавить от себя, или это твое мнение и военная хитрость? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, это мое мнение и военная хитрость. И тот сказал, о посланник Аллаха, это место не подойдет. То есть это был просто военный план. Это место не подойдет. Давай лучше спустимся к самому близкому к людям колодцу и закопаем все колодцы после него. И мы будем пить, а они не будут пить. Мы утолим свою жажду, а они нет. Пророк, алейхи саллиллаху ассалям, сказал, ты указал на благо. Из этого случая нам необходимо взять урок для самих себя. Где бы мы ни были, в наших домах, в кругу семьи, в школе, в воспитательных учреждениях, во всех сферах нашей жизни, нам необходимо взять себе в привычку советоваться с другими. Поэтому говорят, не сожалел еще тот, кто просил благословения, и не проиграл тот, кто просил совета. Всегда слушай других. Всевышний Аллах, говоря о верующих, сказал и совещается между собой о делах. Советуйся с другими и найдешь ответ. Когда человек слушает несколько мнений, это будет лучше, чем он сделает что-то, исходя из своего, родившегося только в его одной голове мнения. Он слушает мнения других, а потом выбирает самое подходящее решение. Давайте возьмем себе в привычку задавать вопросы. Научимся советоваться с другими. Научимся приносить пользу этой уме всем, что в наших силах. Еще одно великое событие, и мы изучаем события, связанные с управлением и с воспитанием, военные события, экономические события и события, связанные с верой. Сейчас пророк, алейсаляту вассалям, готовится к сражению. Он выстрелил сподвижников, рады Аллаху ангум, ровными рядами. И среди них был великий сподвижник Савад ибн Гузейя. И он был полным, да будет доволен им Аллах, с выпирающим вперед животом. Когда пророк, мир ему и благословение, ровнял ряды, он ткнул ему в живот и сказал, «Выровнись, о Савад!» Тот позвал, «О посланник Аллаха!» Пророк откликнулся. Тот сказал, «Аллах послал тебя с истиной и справедливостью. Ты сделал сейчас мне больно, и я хочу получить свое право». Люди на войне, на сражении, не на жизнь, а на смерть. А он хочет получить свое право от пророка, алейс-саляту ас-салям? Пророк даже не поколебался. Он не стал медлить. Не сказал, «Я же пророк, предводитель» и так далее. Исавад, радия Аллаху а'анху, не был командиром. Он был обычным воином. Пророк обнажил свой живот и сказал, «Получи свое право, ас-салят». Ас-салят, радия Аллаху а'анху, подошел к пророку, обнял его и поцеловал ему живот. Пророк спросил, «Зачем ты это сделал?» Тот ответил, «О посланник Аллаха!» «Сейчас мы на войне!» «И не знаю, может, это последние часы нашей мирской жизни?» «Я захотел, чтобы последним, к чему я прикоснусь в этой жизни, была твоя кожа, о посланник Аллаха!» «О Аллах, благослови нашего пророка!» И пророк попросил у Аллаха для него благо. Они действительно брали свои души в ладони и преподносили их пророку, саляуллаху а'алейхи ва салям. Это был путь не тех, кто хотел остаться живым. Это не путь тех, то есть эти сподвижники, если их сравнить. Некоторые люди думают, что сподвижники прилетели с другой планеты. Нет, они были такими же, как и мы. У них были дети, у них были жены, у них тоже были какие-то желания в этом мире, они тоже хотели, чтобы у них были деньги. Но они расставляли свои жизненные приоритеты. Эту жизнь они воспринимали как средство добиться самой великой цели довольствия их Господа. Велик Он и славен. И как же велики были эти души, и как же чисты были эти сердца. А где был пророк, саляуллаху а'алейхи ва салям? Мы говорили, что у многобожников в ту ночь играла музыка, пели певицы, распивалось вино, царила атмосфера пьянства и распутства. А сподвижники радаиллаху а'анхум этим временем поклонялись Аллаху, поминали Его и приближались к Нему Велик Он и славен. Днем они были воинами, а ночью они были как монахи. Да будет довольны имя Аллах. Они молились своему Господу и просили у Него помощи. Вместе с ними был и пророк, саляуллаху а'алейхи ва салям. И всегда, мои любимые братья, когда беды усиливались, вы бы обнаружили, что пророк, алейхи саляту ва салям, беседует со своим Господом Великим и Славным. Если пророк, алейхи саляту ва салям, когда усиливались беды, молился Господу, то что же делать нам? Мы должны приучать себя к тому же. Кто-то может позвонить тебе и сказать, мне нужно срочно встретиться с тобой. Мне необходимо тебя увидеть. Зачем? Мне, брат, скучно. Хочу развеяться. Мне все вокруг надоело. С подвижники, рады Аллаху анхум, как сказал Беляль, когда пророку становилось очень плохо и тяжело, он говорил, давай отдохнем в молитве, о Беляль. Тот, кто не находит радости в общении с Богом, клянусь Аллахом, не найдет его и в общении с людьми. Люди не прибавят тебе ничего, кроме смятения. Что же тебе может предложить тот, кому ты звонишь и кому идешь? Самое большее, чем тебе помогут его слова, они лишь немного облегчат твои переживания. В то время, как если ты обратишься к Аллаху, Велик Он и Славен, то твое сердце заполнится чувством безопасности, безмятежности и спокойствия. Давайте научимся поддерживать крепкую связь с Аллахом. Крепко держаться за верфь Аллаха, Велик Он и Славен. За верфь, которая делает раба счастливым в этой жизни и в последующей. Пророк, алей-саляту-вассалям, стоял и взывал к Аллаху, «О Аллах, если ты погубишь эту общину, то не будут на этой земле поклоняться тебе. О Аллах, пошли нам помощь, которую ты обещал. О Аллах, пошли нам помощь, которую ты обещал. О Аллах, у Райшиты вышли со своей конницей и пешими войсками, враждуясь с тобой и называя лгуном твоего посланника. О Аллах, помоги нам. О Аллах, если ты погубишь эту общину, то тебе не будут поклоняться на этой земле. О Аллах, помоги нам». И он настойчиво просил Аллаха, Велик Он и Славен, пока с него не упал плащ. Подошел Абу Бакр, поднял его плащ и обратно накинул на плечи господина первых и последних, и сказал, «О посланник Аллаха, хватит тебе уже просить Аллаха, клянусь Аллахом, Он непременно тебе поможет. Клянусь Аллахом, Он непременно тебе поможет». Пророк, алейсаляту вассалям, встал со своего места и сказал, «Возрадуйся, о Абу Бакр, вот Джибриль ведет своего коня за уздечку, покрытую пылью, чтобы сражаться на пути Аллаха, Велик Он и Славен». Ангелы тоже вышли, чтобы сражаться вместе с мусульманами, потому что у них не было достаточно сил. Пророк, алейсаляту вассалям, начал ваду шилять сподвижников. Чем? Что у него было? Он раздавал им особняки или деньги? Что он им предлагал? У пророка, алейсаляту вассалям, не было ничего, кроме радостной вести, о рае. И пророк, алейсаляту вассалям, говорил сподвижникам, «Вставайте и спешите к раю, ширина которого равна ширине небес и земли». 317 человек слушали эти слова, «Спешите! Краю, шириною в небеса и землю!» Умайр и бнуль-Хамам сказал, «Бахин, бахин». Человек может повторять эти слова в разных значениях. Пророк, алейсаляту вассалям, спросил, «Зачем ты это сказал?» Он ответил, «О, посланник Аллаха, «Валлахи! Мы не надеемся ни на что, кроме как быть обитателями рая». И они вышли. Умайр вытащил финики и начал их есть. Съев несколько штук, он посмотрел на них и выкинул их со словами, «Клянусь Аллахом, это будет слишком долгая жизнь, если я буду ждать, пока закончатся эти финики». И он вышел и сражался, пока не был убит, да будет доволен им Аллах. Также к интересным событиям, произошедшим со сподвижниками пророка, алейсаляту вассалям, относятся следующие события, связанные с исламским принципом дружбы и непричастности. Я хочу, чтобы вы, да воздаст вам Аллах благом, внимательно послушали эти слова. Пророк, алейсаляту вассалям, сказал, «Самым прочным узлом веры является любовь ради Аллаха и гнев ради Аллаха. Верующий ставит свою религию превыше всего, ставит выше себя, своего происхождения, своей семьи, своих детей. Не уверует из вас никто, пока я не буду ему любимее, чем его имущество, дети, родные и вообще кто-либо из людей». Принцип дружбы и непричастности – один из важнейших принципов мусульман. О, те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. И этот принцип также вписан в сунну. Он означает, что ты должен проявлять дружбу и любовь ко всем верующим, ко всем, кто любит «Ля Иляха Илля Аллах» Мухаммаду Расулу Аллах, и что ты должен отречься от всех, кто отрекся от «Ля Иляха Илля Аллах» и от «Мухаммаду Расулу Аллах». «Мир ему и благословение». Но этот принцип не означает, что ты должен вредить кому-то. Кто научил нас этому принципу? Кто? Посланник «Мир ему и благословение». Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражали с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах не запретил нам относиться к ним хорошо и благочестиво. Даже если у мусульманина есть родитель неверующий, он все равно должен относиться к нему хорошо и благочестиво относиться к нему в подчинении Аллаху. Потому что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Нет подчинения творению в ослушании Творца». Все эти великие события указывают на глубокую веру в сердцах сподвижников, радаиаллаху аанхум, и на то, что они ставили подчинение Аллаху и его посланнику, а также любовь к ним выше своих желаний. И они подчинялись им в этом. Слушаясь веления Пророка, алейхи саллиллаху ассалям, «Не уверует из вас никто, пока я не буду ему любимей, чем его имущество, дети, родные и кто-либо из людей». Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он был доволен с подвижниками Пророка, алейхи саллиллаху ассалям, и чтобы воздал им наилучшим образом. И завершаем свои молитвы словами «Хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах, приветствует и не спошлет свои благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам». Субтитры создавал DimaTorzok